Здравствуйте! Я бы хотел оставить отзывы о чистке. У меня было еще 10 вопросов куратора. Я никогда не записывал на YouTube какие-то видео, поэтому я прошел по сердцу с пониманием. Это мое первое. А значит, почти все отзывы Владу и Вере, они, ну, новые эмоции такие, как это круто, ну, и как это класс, и так далее. И я решил записать отзыв, который чуть-чуть больше даст информации конкретики. Кроме того, что это какой-то класс, это сегодня третий день после очистки. Первый вечер... На следующий день после очистки я себя чувствовал, когда я проснулся. Во-первых, я вечером уже чувствовал, что что-то происходит. и мне написали, что была очистка в 9 часов вечера, и как раз в это время я почувствовал подъем настроение, эмоции, и смену, резкую смену настроения. И так же я почувствовал силу, это попытка взявшуюся. На следующий день я чувствовал себя вообще очень хорошо. И мне написали, что у меня была очистка, и я удостоверился, что это было именно в то время, когда я чувствовал изменения. Ощущение вот на следующий день это силы, чистоты, силы такой, которая вот... И все это такое как бы внутреннее. Правильно это называют, что это биополия, то есть оно вроде его потрогать нельзя, эту чистоту нельзя потрогать, и эту вот энергию, она теперь по поводу чистки. Я хотел сказать, что все вопросы и ответы, которые, вопросы, которые задавал Влад сущностям, и их ответы, они не такие, они умеют. Как бы, когда со стороны смотришь чужие чистки, типа, как бы там есть логичные вещи, но ты не знаешь человека, не знаешь его в жизни историю. И на самом деле никто не рассказывает ничего конкретного на виде отзывов, потому что это все личное. Ощущение такое, что, когда я послушал свою чистку, ощущение, что покопались в моем нижнем пенье, которое там лежало, и только я про него знаю, и мне очень хочется никому об этом рассказывать. Поэтому таких отзывов нет. Все говорят просто, вау, классно. Но я бы все равно хотел конкретно добавить, чуть-чуть расширить эту тему и добавить несколько деталей. И вот эти разговоры. Там в чистке первым вышел демон, который сидел вот и косил. И он зашел на чистоту неискринности. Это мне говорит о том, что я, когда меня воспитывали, есть такое, если, ну, ребенок растет, и у меня появляются реакции какие-то апоптериумы. И когда, смотря какое поведение ума у родителей. И мне это говорит о том, что мне нужно работать над своими реакциями. И я не знал, что это настолько серьезно. Второй вышел, второй серьезный чувак, это Реп, который подключился на мой интерес к космическому и к вопросам. Вот. И он был у меня пять лет. И как бы без него, вот, очень хорошо, очень свободно. То, что он делал, он кидал мне вопросы. То есть, я просто помню, пять лет назад я пошел на коуч-курс, и там мне задавали эти вопросы. Кто ты? Для чего ты живешь? При чем твой смысл жизни? Ищи ответы на эти вопросы, Дима. И я очень долго его искал. И как бы мне сначала, видимо, были просто вопросы от коуча, а потом на это подключился рептилоид. Потому что, когда ищешь ответы на эти вопросы, тратишь энергию и расстраиваешься, что ты не можешь на них найти ответы. И как бы оно такое все не ускользает. Вроде в одном курсе нашел, и так год, два, три я искал, зачем я живу. И в чем смысл жизни, и кто я, короче. И тогда я очень подустал, если честно. Потом у демона была Лярва на Борле, который тоже, я помню, я говорил, то, что мне говорили говорить на курсе, на этом, на коуче. Я это все говорил. Как бы демон был год восемь. Я помню. То есть ровно год восемь назад, это был пик моей эксперимента с кетодиетой. Я заболел очень сильно. И что-то говорил там, что нужно питаться правильно. И так далее. Но сам это как бы не очень. Не очень мне хотелось себя гробить на самом деле. И я говорил то, что идет вразрез. Теперь, почему вообще все это рассказывал? Все, что Влад спрашивал, слышно? И она отдала мне. И когда они отвечают, я это все прям ощущал на себе. Вот это все, что было. Они как бы ответили такие вопросы простые, но они не совпадают с тем, что было. И по времени, и по... Потому что происходило со всеми событиями. Мы убрали плату. Добавали дракона. Как бы сидел. Всем вечной чакре. То есть я вот вечером, когда была чистка, не знал, что происходит. Я вдруг почувствовал ту силу. И вдруг почувствовал любовь сильную. Своим днем. Прямо я такого чувства давно не хотел. То есть оно все время было. И просто его эту любовь и тема. Ребята задирали. Так вот она должна была идти. Она должна была идти к моим дедам. В общем... Ну вот. Сильно. В общем... Да, ну я бегал, конечно. Хотел заработать деньги. Бегал. С прессой лейзерчейнер. Тем не разговаривали. Арханоида мало подкинуло. Что очень может быть. Я думаю там... И целый хамболь. Даже больше. Я может меньше. Надо быть осторожнее. Не пускать пипов. И... Я хотел добавить еще, что я сам чистился. Регулярно. Я видел арханоида. Я отправлял его на его чистоту. Я видел демон. Отправлял его на его чистоту. Ну... Ну... Видимо они вернулись. Вернулись. Частота осталась. Они вернулись. Видимо так. Космических я вообще не замечал. Эптилоид ни разу не проявлялся. Факон ни разу я не видел его. Джимми я вообще ни разу не видел. Они не проявлялись. Ну... Смотря конечно как чистится и так далее. Я может быть так сильно прям серьезно относился к этому. Но... Каждый раз после чистки. Когда я сам себя чистил. Просил кто кураторов убрать. Или сущностей. Мне становилось легче. Тут уже надо подумать. Может быть кураторы. Убирали. Если они возвращались. В общем. Я надеюсь что кому-то это тоже поможет. Немножко. Сделать порядок в голове. По поводу против чистки. Что происходит. И всем. Удачи. Любви. И чертовы.